здравствуйте мои дорогие все кто меня знает или кто случайно включил этот ролик показываю состояние моей мастерской микроскопического 10 квадратных метров вот рассказываю сегодня вехал и у нас день день большого этапа который сравнивается с поклейкой вот корпусом мы закончили изготовление или я закончил уж не знаю изготовление всех банок вот этих вот всех секций она практически все вот верхняя секция потом пошла вторая секция средняя нас вот серединка и вот у нас кормовая банка склеена наконец-то все склеены в ней вот уж я не знаю правильно поступил или нет выборе размеров и всего остального нот положила два куска пенопласта толщиной получить получилась толщина 10 сантиметров листы сделал 50 сантиметров пошли в серединке сделал секцию для аккумулятора то есть либо будет один аккумулятор под 100 ампер час но я сделал запасов то есть 50 сантиметров на 24 сантиметра не знаю влезет он туда или нет сотка будем мерить и смотреть какая-то непонятная то есть меня мучает проблема с этой с этими размерами и вот с этой секции со всей как бы вот здесь вот тоже планируется вот эта средняя секция тоже она должна по-хорошему туда должен войти без проблем аккумулятор но войдет или нет не факт неизвестно то есть не хотелось бы маленький ставить аккумулятор вот такая вот вот такой вот мебельный шкаф получился полки полки реальные такие вот видно все это вот это вот сложил я гнет потому что плюс еще пару шурупов крутил потому что как-то она все играет вот это верхняя полочка была сделана чуть пошире чем нужно 113 с половиной сантиметров для того чтобы она жестко вошла туда вот она жестко вошла и удерживать вот это все практически это вбил то есть задача клея просто склеить все вот это вот вещь интересная прошлый раз забыл показать вот вот это вот ничем она не отличается от вот этого вот от вот этой поверхности но на самом деле здесь вот зафигачено два слоя то есть стекло ткани вляпался теперь эта штука ничем не отмоется к мыло вот не знаю что-то мне стукнула блажь попробовать вот продавливается на с трудом если вот это вот на нее сильно надавить она может продавиться вот здесь вот вот эта часть то вот эта часть она подтвердит это логично дело в том что у нас в городе продают стекломат и это не стекла ткань часов стекломат внутри с трех сторон и и обклеил стекломатом но она у нас продается только 50 грамм на как-то там на квадратный метр что ли у него вес а очень хорошо было бы 75 там или 100 граммов то есть толстый стекломат был бы вообще идеален для именно для пенопластовой лодки для ее вот таких рубленных размерений был бы идеальный вот оставшийся флакон то есть диками тут полный полная труба вот последний флакон или предпоследний я вот залил вот сюда вот он ушел вот кусочек 225 грамм клея всего сейчас здесь потрачено 10 12 13 флаконов по 225 граммов ну практически здесь почти три литра вот вот на вот эту сна склейку всего и наклейку изнутри ушло 3 литра клея это для тех кому интересно вот потом продолжаем знакомство с оснащение мастерской вот стоит замечательный складной столик который я делаю самых эти столики ну вот и табуретки столик нужен для всего прежде всего нужен для работы со стеклотканью со стекломатом то есть вот кусочек отрезал положил отрезал сколько надо там метр двадцать допустим вот этот столик он у него длина примерно метр двадцать для чего это нужно ширина стекломата и стеклоткани метр то есть на него вот можно положить рулон спокойно размотать что вот я сделал вот этот размотал отрезал половинку то есть вот здесь примерно вот 50 сантиметров вот ширина столика а вот это 25 то есть четвертинка то есть на четыре части разрезал потому что вот здесь у меня высота ширина вот этой полочки 21 сантиметр уж я не знаю с какого перепуга это взял брала все от высоты аккумулятора то есть я не то чтобы с оригинальной чем мы просто вообще какой-то все действуют метрических системах то есть надо было делать 20 там 15 13 вернее 20 15 10 у меня вот сделано высота всех вот этих полочек 21 с половиной то есть вот там внизу 20 с половиной это связано с высотой аккумулятора уж я не знаю куда его засуну мне у поколений с машины снимать вот вот там вот нехитрая поэтому не знаю значит ну и все как бы вот она сейчас стоит можно посмотреть со всех сторон вот она стоит все если я буду когда-нибудь еще одну такую лодку делать для кого-нибудь там под заказ или как-то вот это вот кошмарные огрехи вот вот здесь вот ровно вот эта поверхность отлично для стекломата вот зато вот это было дело в том что заднюю часть я начинал делать 1 и вот такие вот косяки вот они перепадают там в миллиметр в два в три миллиметра вот эти косяки превращают жизнь стекломата в кошмар но я же говорил в прошлый раз то есть если бы я знал что будет вот такой вот ну какой-то я не знаю оклеивание вот это вот или предполагал то вот эти вот огрехов и бы не было нужно клеить вот так вот в потай потом обрабатывать долго и нужно для того чтобы вот эти вот все вот у нас тут сегодня кошмар выпиливание два дня выпиливание этих полочек тут все то есть вот это вот этих вот огрехов сейчас будет я взял бы где-то получается почти литр 3 вот на одну половинку на эту уходит три баночки по 225 грамм то есть я уже считал 675 грамм то есть я бы взял литр и в один слой на обклеил бы стекломатом снаружи вот и изнутри то есть все везде бы оклеил стекломатом если бы я аккуратно собрал вот эти части и с той стороны днище я бы тоже так сделал для чего стекломат стоит вот этот стекломат стоит 700 рублей 100 метров он лежит наверху стеклоткань стоит грубо там пять тысяч сто метров то есть не проще вот в три слоя вот это вот укладывать в три слоя там четыре как хочешь то есть укладываю укладывать и получается стекломат али а вот стекла ткань вложить только вот вот это ошметки стеклоткани вложить только вот в ленты то есть вот лента идет вот это вот вот здесь вот ленты укладывать то есть усиливать а все остальное то есть я уже говорил в одном из выпусков что нужно определиться из чего делать и геометрия должна быть определена но в данном случае вот эта лодка получилось по крайней мере сейчас вот ее конструкция получается наиболее продуманное наиболее хорошая но предыдущие были вообще никакие но все ролик мой заканчивается всем привет удачных выходных заказа кончивать удачной рабочей недели пока